Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков ракеты-носителя вышли на режим главной ступени тяги. Когда ракета отрывается от стартового стола и за мгновение скрывается в ночной мгле, начинается самое волнительное. Вывод космического корабля на орбиту. Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть отделение второй ступени. Вычислительный центр космодрома. Глаза и уши ракеты. Именно тут отсчитывают 540 секунд полета до космоса. Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-09М». Пилотируемый космический корабль «Союз ТМА-09М» выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Вот в данном случае отделение космического. Выключение двигателей третьей ступени. Вот отделение космического аппарата «Союз». Это означает, что ракета сделала свое дело и до стыковки с МКС осталось недолго. Уже второй раз российский корабль летит до станции не двое суток, как раньше, а всего шесть часов, совершив четыре витка вокруг Земли. Ожидаем касание. Есть касание. Короткую схему этого полета утвердили не сразу. Настояли сами космонавты. Даже на эмблеме их экипажа четыре орбиты вокруг Земли. Ну вот смотрите, первая, вторая, третья, они как бы идут за станцию, а четвертая, она приближается к станции. То есть на четвертом витке должна быть стыковка. К своей мечте они шли по-разному. Россиянин Федор Юрчихин, итальянец Лука Парметана и американка Карен Найберг. Юрчихин волей судеб свой первый полет совершил на американском шаттле. Потом дважды летал на «Союзах». Старт на шаттле всегда сложнее, тяжелее. Это более мощная ракета. А вот посадка, конечно, на шаттле происходила в более комфортных условиях, чем на «Союзе». Короткая схема полета дает возможность доставить на орбиту биологический груз, который не перенес бы долгого пути. Астронавт НАСА Карен Найберг планирует поставить на МКС ряд медицинских экспериментов. Мы собираемся исследовать плотность костей и позвоночника с помощью ультразвука. Кроме этого, изучаем сосудистую систему, состояние сердца, глаз. Когда все чаще говорят о миссиях к дальним планетам, физические кондиции выходят на первый план. Федор Юрчихин в этом плане как эталон. Не так давно совершил восхождение на Эльбрус, а теперь покоряет новую высоту. И это в 54 года. Главное в скафандр влезть и в кресло сесть. Все остальное нормально. Короткий спринт к орбите означает особенную нагрузку на бортинженера Луку Прометана. В первую очередь в знании русского языка. Конечно, все в порядке. Для него это первый полет. Но упорный итальянец доказал, что сумеет постичь сложную кириллицу и томать тех документации. Русский язык поначалу мне давался с большим трудом. Но когда ты начинаешь его учить, разговаривать с людьми, это становится окном в новый мир. Я счастлив, что мне удалось выучить новый язык. Он будто впитал в себя все солнце родной Южной Италии. И делится теплом и жизнерадостностью со всеми вокруг. Лука быстро покорил обаянием Центра подготовки космонавтов. Он всегда такой счастливый. Он просто наслаждается каждым днем, каждой минутой здесь. И я уверен, он проделает на орбите просто фантастическую работу. Миссия Прометана на орбите — не только эксперименты. Как и многие итальянцы, Лука — отличный музыкант и певец. Прометана даже выбрал себе космический саундтрек — песню «Валаре», в переводе на русский «Летать». А вот музыкальный мотив, под который космонавты начинают путь к своей ракете, остаются прежним. Как не меняются и чувства родных, которые расстаются с экипажем. Одинаково переживает и муж Карн Найберг, бывалый астронавт Даг Хёрли, и супруг Юрчихина Лариса, провожающая мужа уже в четвертый полет. Самое главное на опутствие — береги себя. Их позывной «Олимп». Когда над космодромом нависает звездное небо, миссия к вершине начинается с нулевой отметки. Гигантский цветок стартового комплекса распускается за полчаса до пуска. Сейчас разводится ферма обслуживания. Это означает, что к пуску все готово, а значит, отсюда все должны эвакуироваться. Счет эвакуироваться во масштабное расписание.